здравейки ребята вы на канале форт мак ну что же содр линк отсылочки и эх наконец-то человек паук а именно в каких мультиках он побывал а так понимаю посвящено отсылочкам таким знаете образом типа человека паука потому что интернер недавно в 10 появился свой человек паук только он является преступником дочи посмотрим где же наш паутиныч появлялся поехали всем привет с вами садерлинг и сегодня я расскажу вам про все все пародии камео упоминание отсылочки на человека паука в мультиках вне вселенной марвел мстителях и даже стража галактики его увидеть вовсе не удивительно это одна вселенная а вот кроссовер с финисом и фербом или пародия в мультике одессе это приятная неожиданность скажу я вам и таких случаев полным полно пасхалочек оказалось так много что мне пришлось разделить это видео аж на несколько частей это лишь первый выпуск а второй выйдет ровно в тот момент когда на этом ролике наберется 30 тысяч лайков он уже залит на канал вот он только и ждет ваших лайков и тут только от вас зависит и выйдет он через день неделю или всего через час потому жмите лайк подписывайтесь на канал чтобы не пропустить и погнали помните был такой мультсериал оги и тараканы обожал этот мультфильм чисто за его и абсолютно отбитую упорность конечно же за чокнутый интро с этим я не знаю это дерьмо постоянно меня заставляло сидеть у экрана и наслаждаться им от бедными котами издеваются эти гадкие жучки так вот однажды оги пародировал человека-паука 51 серии 4 сезона готовить хэллоуина и думая как бы украсить свой дом от заключает договор с пауком затем он нацепил на себя обтягивающий оранжево-синий костюм и держа в руках паука принялся обтягивать паутиной весь дом катаясь даже по стенам и потолку более того в шестнадцатом эпизоде пятого сезона когда его девушку похитила гигантская горилла оги в торопях схватил двух пробегающих мимо пауков и словно наш дружелюбный сосед с помощью их паутины и принялся летать по нью-йорку пародируя одновременно человека-паука и еще и кинг-конга красавчик джонни браво тоже однажды пытался поиграть в спайдермена 17 серии 3 сезона назвав себя арахно парнем он пытался ползать ну хотя бы блять он назвал просто насеком я хотя бы арахно шикарные трусы на башке по стенам местных зданий но увы присоски на руках и трусы на голове никто не оценил смотрите это невероятно он сошел с ума он идиот позвоните в полицию это уже кстати отсылочка к супермену в девятом эпизоде четвертого сезона ручья крэйга главный герой проводит выходные со своим кузеном брайсоном и в один момент мимолетом на фоне можно заметить что они играли в человека паука в своем воображении ползая по стенам и метая паутину брайсон к слову очень даже напоминает майлза моралеса а на обложке 19 серии 3 сезона главные герои и вовсе пародирует постер кстати даже это шрифт чем-то похож человека паука через вселенные приняв те же позы и используя похожий шрифт ведь название данного эпизода альтернативная вселенная ручья нам покажут параллельную реальность которой крэй келси и джей пи никогда не дружили и как же сложилась их судьба восьмой серии мульта свин коза банан сверчок на главный герой у фу пауэ радиоактивный метеорит даровавший им сверхспособности свин быстро бегает как флэш но только задом наперед коза владеет телекинезом сверчок сверх больной а у на на стали растягиваться и липнуть глаза и словно человек паук он использует их вместо паутины чтобы парить над городом научившись применять новообретенные силы вскоре банан осознает одну важную мысль что с большой силой приходит большая возможность играть видеоигры тем самым образом отсылаясь к культовой цитате дяди бена однако вскоре ему надоедает супергеройские обязанности что люди ждут от него бескорыстной помощи и тут парочка незнакомцев предлагает ему решение в виде черного костюма который вскоре завладевает его телом словно симбиот серий банан не испортился у него отросли острые зубы и он теперь жаждет творить зло ведь они веном но по темной шкуркой банан оставался все таким же свежим и вкусным и потому вскоре злодеи были побеждены черный плащ как многим известно он является одной огромной пародией на бэтмена однако думаю мало кто помнит что однажды он побывал и в роли человека-паука двадцать три эпизоды на одной из миссии его укусил за палец громадный радиоактивный паук и вскоре у кряка выросли еще четыре руки а из клюва начала вылетать паутина но преступность не дремлет и нужно как-то действовать и в этих условиях теперь у него новый черно-красный костюм символом паутины на груди переход между сценами виде паука но каламбур и черный плащ и до этого любил однако лазать по стенам он не умеет паутиной заматывает лишь себя новые руки его не слушаются особенно номер 6 удобнее стало разве что посуду мы потому злодеев по итогу одолевает вовсе не паук окряк а тот самый радиоактивный паук а черного плаща вскоре удалось излечить при помощи противоядия из его слюны также в девушке но стоит выходил мультсериал про волтер мэлона нас этого пухляша который готов на денек подменить любого героя когда те заняты чем-то другим будь это тарзан или блин знакомое шоу может быть по моему я видел пару эпизодов просто блин столько мультиков из столько мультиков из 90-х и черт подели не все упомнишь даже люк скайуокер и в 20 серии помощь понадобилась некоему питеру пайперу более известному как паук человек ну конечно я как раз свободен музыка в данном эпизоде парагирует интро мультсериала девяносто четвертого года уолтер мэлон и паук человек ведь оба этих мульта транслировались по fox kids невинным жителям грозит злодей с механическими щупальцами по имени осьминог который хочет высосать всю электроэнергию города понятно смешали электро и доктор осьминога короче электро и доктор осьминог в одном флаконе и все это во время свидания питера с рыжая девушка по имени мэри и сразу в раз из-за злодеев он внезапно сбегает с каждой их встречи и если питер вновь это сделает девушка обещает его бросить потому он попросил уолтера мэлона заменить его на свидание что с твоим лицом ты сам на себя не похож питер серьезно это все до чего он додумался не побыть с девушкой а попросить чтобы он стал супер хероем потрясающе потрясающе да весь опух и отек десви никогда не понимал как они ему вообще верят но внезапно осьминог разобрался с пауком человека ми нашему герою присты и самому сразиться со злодеем и хоть под его весом прогинаются все фонари и антенны на которых он пытается повиснуть уолтеру мэлона удалось таки одолеть осьминога а заодно и признаться мэри джейн что питер это и есть человек-паук то есть все это время ты мне лгал все кончено далее паук-паук из четвертого эпизода вредителя наверно не разница тоже не разница чтобы это будет фильме самая гадкая пародия на спайдермена но в то же время самое анатомически верное ведь он пускает паутину прямиком из задницы это мультсериал о жуках копах работающих в крайне криминальном городе посреди свалки бандиты мафиози просто повсюду и полиция мало что может против них сделать и тут в горде появляется герой в сине-красном костюме который за несколько дней сумел полностью очистить весь город потому хороший разрез для задницы кстати реально действительно ахуле нет максимально правдоподобно откуда стреляет как он летает на тяге своей задницы это даже представлять не хочу раби вил о скором сокращении всего штата полиции пожарных аж на 99 процентов и чтобы сохранить работу копы решили прикончить паука-паука но мантас не видит ничего плохого в борьбе с преступностью он любит паука-паука и начиная с ли даже шрифт тот же самый из комиксов и бультфильмы вагерую все планы полиции однако вскоре выясняет что паук-паука защищает город исключительно ради популяризации своего бренда и продажи мерча он думает как бы развить франшизу что еще можно было бы всучить фанатам мы как бы почаще попадать в теле эфир а на правосудие и безопасность граждан не ему так то наплевать конце концов именно дешевый мерч погубил героя он загорелся прямо на его руке все здание охватило пламя оставшиеся пожарные решили даже не выезжать на пожар на третий пожар что делать паук-паук наверное уже там и герой и по своих же рук седьмая серия третьего сезона амфибии под названием спайдер сприк это также огромная пародия на спайдермен прутик это антропоморфный лягушонок случайно оказавшийся на земле и посмотрев человеческие фильмы про супергероев он осознал что и сам способен им стать ведь в отличие от обычных людей он обладает совершенно уникальным набором навыков липкую слизь которую вырабатывает его тело можно использовать чтобы карабкаться по стенам а длинный язык позволяет ему хвататься за дальние предметы пародируя монтаж из человека-паука 2002 года прутик придумывает собственный костюм героя собственноручно шьет его и надевает кстати говоря а почему бы и нет учитывая что в какой-то степени диснеев водит паучком так что все можно все теперь можно даже такое спародировать твои супер герои по соседству явная отсылка к фразе дружелюбный сосед человек-паук при помощи языка человек лягух спокойно летает по городу плетет из него паутину чтобы остановить автобус без тормозов и забирается на крыше домов чтобы посидеть там в пользе человека-паука молли джоо определенно играет роль мэри джейн на роберт от это ну чисто от по факту смешали доктор осьминога и немножко форда что ли но имеется виду от стэнфорда из gravity falls прикольно выглядит на роли как в шарфике и с огромной клишёй так тавиус на минималках с одной щупальца вместо четырех их извращение съесть пиццу суши каждый из них мечтал стать героем этого города однако же их борьба за сей титул привела лишь ко множеству разрушений и подвергла опасности местных жителей против вскоре понимаешь что быть героем ради любви и почета неправильно и выбрасывает свой костюм в мусорку тем самым образом пародируя культовую сцену когда питер паркер решил что больше не будет человеком-пауком а в шестом эпизоде третьего сезона среди фильмов кинотеатре можно заметить постер пау паук в твоем доме ну и конечно же уродливый соник паук в твоем доме явная пародия на все эти названия возвращение домой вдали я дома нет пути домой ждем четвертую часть это я не знаю там один дома нет дома бездомный такими темпами однажды паучок реально заберет и в твой дом восьмой серии второго сезона лагеря лагерей на заднем плане в хижине вожатых также можно заметить пародийный пост а ясно уже под названием парень паук про идентичного героя только в желто-фиолетовом костюме а в седьмом эпизоде героев энвелла комнате пила стоит фигурка человека-паука рядом железным человеком суперменом оптимусом праймом и штурмовиком а над компьютером висит постер с паучком железным человеком бэтменом и доктором стрэндж с огромным красным носом вот это я понимаю фана супергеройки но мне кажется дот из-за неманьяков даже сумела его переплюнуть в четвертой серии третьего сезона выясняется что девочка завела себе двух пауков и назвала их в честь актеров игравших спайдер-мана фильмах человек паук с эндрю карфилдом ей не сильно зашел шестом эпизоде первого сезона дэна против когда главный герой выходит из магазина ком а господи вспомнил так давно смотрел дэна миксов на его стенах можно заметить постеры с изображения опа скотт пилигрим скота пилигрима и человека паука популярнейший героев комиксов в девятнадцатой же серии дэн бродит по мрачному лесу и случайно натыкается на паутину да он реально считает что сделал спайдермен чтобы ему насолить в этом весь день и искренне верит что весь мир настроен против него но не у него одного странные теории рабочие из 11 эпизода 2 сезона искренне верит что в рандомном ящике сидит человек паук надо посмотреть знаю что там по слухам его не должно существовать он наполовину человек наполовину паук он борется с преступностью это же вымышленный персонаж поговаривают что он основан на реальном парне надо взять автограф с чего он это взял совершенно непонятно но в ящике сидит динозавр конечно конечно вообще динозавр 18 серии третьего сезона юных титанов вперед робин рассказывает своей команде о могущественном злодеи дарксайде который способен одолеть абсолютно любого героя даже супермена да и бэтмена до человека паука человек паук не станет с ним драться и у них да не получится только если я не знаю случится конь там коллапс категории жопа и откроется портал в мир марвел очень странные аргументы пользу этого заявления хотя по моему был 90-х комикс где бэтмен встречался с человеком пауком довольно странное зрелище это потому что он ленивый какой позор знаете я изменила свое мнение насчет человека паука все потому что юные титаны это часть вселенной dc а человек паук из марвел конкурирующий с ними компании потому авторы его истибут а в двадцать четвертом эпизоде седьмого сезона мы даже увидим масштабное сражение этих двух корпораций буквально весь эпизод детектив шимпанзе говорит о важности поддерживать хорошие продажи чтобы их не разбила в пух и прах некая компания конкурирующая с dc и вскоре прям в офис здесь и врывается конкуренция главный враг dc с бело-красным логотипом явный намек на марвел ведь в арсе черно да немножко другой на ли этого здания способности известнейший героев marvel молот тора подобие щита капитана америки когтера самаки воспламенение человека факела летающие ботинки железного человека супер сила халка и конечно же возможность пускать паутину как это делает человек паук но поскольку это мульт dc чудо-женщина просто в соло накостыляла всей корпорации марта несмотря на вражду 30 серии 3 сезона робин спускается в комнату на веревке держась за ней ногами вниз головой уже подружески осылаясь к тому как это делает паучок а в двадцать втором эпизоде четвертого сезона можно увидеть уже полноценную пародию когда робин хотел рассказать о своем детстве остальные юные титаны назвали его рассказ скукотой и принялись придумывать себе клевые предыстории киборг представил себя в роли супермена starfire рассказала как же она стала бэтменом без боя пересказал зеленого фонаря рассказ рэйвен пародирует предысторию человека паука как и питер паркер она была якобы обычным ребенком носила очки любила фотографировать и дядя бэн выглядит великолепно осьминог заслужил докторскую степень жила со стариками которые выглядят в точности как тетя мэй и дядя пен перед уходом запомни если у тебя когда-нибудь будет супер сила использую на добрые дела они на ерунду не но он реально будто знал что петер получит сверхспособности когда задвигал про большую ответственность словом местный дядя бен читает газету от daily planet отсылочка к daily bugle джей джона джеймсона а не совсем отсылка потому что daily planet существует как бы это существующая газета в мире 10 в которой работают супермен статья осьминог получил докторскую степень это аллюзия к доктору осьминогу девочка же работает фотографом в секретной лаборатории где ее внезапно кусает радиоактивный ворон ведь рэйвен в переводе на русский это как раз таки ворон и вскоре она обретает супер силы и учится летать над городом но вместо паутины она какает на людей по метам и тушит пожар яйцами а ее дядя бен умер аж в 95 лет от естественной смерти трагедия но каждая из этих историй просто выдуманный бред ради прикола вроде как я всего лишь изображение исходящие зеленого кольца зеленого фонаря меня вообще не существует трагедия 15 серии первого же сезона рейвен лично наделяя робина сверхспособностями уже и сама цитирует дядю бена но помни с великой силой приходит великая ответственность также в 10 эпизоде четвертого сезона всей правдой медведя мишки сняли свой собственный фильм по сюжету которого крис мечтая одолеть могучего супер злодея соглашается на эксперимент и выйдя из холодильника становится крутым и накачанным словно капитан америка и после обретения им сверхсил белый также пародирует цитату дяди бена как я обожаю голос белого он настолько успокаивающий второй серии первого сезона же в вольере питомника позади медвежат можно заметить рисунок человека паука видимо братья еще с детства полюбили этого героя ведь уже в 14 эпизоде четвертого сезона гриз буквально его пародировал для видосика в интернете привет это я ваш дружелюбный человек насекомое здесь его называют человек насекомое и если бы вообще неправильно мать его паукообразная кое блять насекомое вы что совсем офигели не уважаете биологию панда ему не помешал он бы повторил культовый перевернутый поцелуй из фильма 2002 года его же пародирует роди и джули в четвертом эпизоде мультсериала мой питомец псих рассказывая историю своей невероятной любви состоящий просто из кучи отсылок и даже во второй части шрека фиона стирает грязь лица огра и затем целует его отсылаясь к этой же сцене если вы думаете что это совпадение но чуть-чуть похоже просто напомню что тут рядышком пасхалочки новостелин колец русалочку красную шапочку и вообще весь шрек это одна огромная аллюзия на по культуру тех времен а раки у тебя появился достойный конкурент на самом деле реально забавляет когда люди думают что типа шреки это просто совпадение кино и совпадение там отсылок столько что сдохнуть можно первым шреки вообще буквально свой диснейленд был с компенсированием каких комплексов также в одном из скетчей восьмого эпизода второго сезона пародийного мультсериала робоцы ботаник сумел подловить кирстен данст видео прокате и пытался точно также ее поцеловать мое чувство человека паука подсказывает мне что ты должна меня поцеловать конечно да в ранних сезонах модельки начнет эти фигурки порой были очень клиповатыми но это логично потому что ничего обкатывали все это дело со стоп мошеном ведь именно это актриса и сыграла фильме мэри джейн но ботан не спайдермен и заслуженно паучил в морду поцелуй тоже но явно не от того от кого хотелось бы в четвертой серии третьего сезона стэн ли и памела андерсон рассказывают новости из жизни известных супергероев или проще говоря как с как наш старичок стэн ли в свое время пришел к созданию супергероини стриппер и вы и внезапно папарацци застукали человека паука вылетающего из дома 70-летний мэй паркер но только вот все сми уверены что у них роман не спайдерману просто нравится старушки однако у доктора осьминога несколько другая версия получать человек паук на еще он прям абсолютно в этом уверен но потом оказывается что это все лишь воображение стэн али играющего с фигурками однако он и сам не против оказаться в роли спайдермена но им не взять меня живым выше и выше пятом эпизоде первого сезона же нам демонстрируют новостные ляпы и пока ведущая зачитывает текст в окно позади внезапно врезается человек-паук а затем еще и тарзан видимо что-то пошло не по плану местному вообще тяжело живется ведь в рабосыбе вскрываются все минусы его супергеройской жизни во второй серии 6 сезона нам демонстрирует сколь же неловким был бы его поход в туалет ведь костюм то у него цельный хотя что ему стоило хотя бы зайти в кабинку на самом деле самый паршивый многие думают что типа у него как штаны снимается костюм с пояса но прикол в том что в реальности вот и костюм паучка порой это адская жесть то есть надо буквально натягивать полностью весь костюм с пяток до шеи и эта маска еще чертова маска прием прикол том что ты там же находится каркас чтобы лицо было максимально ровно то есть такой пластиковый каркас и паучкам порой приходилось засовывать трубочку через снимающийся магнитный глаз там вот эти глаза держится на магнитиках и просол туда трубочку для питья и вот буквально так подсасывать напиток чтобы хоть как-то напиться потому что костюм очень душный вот серьезно что что но реалии костюмов паучка это всегда полная жесть а в шестом эпизоде пятого сезона наглядно можно увидеть как же паучье чутье порой может мешать жизни ясное дело что я в опасности я в сотне метров на манхэттеном паучье чутье предупреждает питера о каждой луше об испорченном молоке и очень мешает в постели поэтому он умоляет доктора удалить эту способность из его тела и хоть паучье чутье и предупреждала его что это опасная затея он его проигнорировал и скончался прямо на операционном столе в первой серии шестого сезона стэн ли заставил спайдермена халка росомаху айсмана и жече участвовать музыкальной рекламки правоверные это называется фишки персонажа это я изобрел в этой же серии некий отряд солдат внезапно обнаруживает себе ужасающие изменения одни почему-то поменялись руками другой оказался наряженным в гавайскую рубашку а змеиного глаза кто-то ночью разрисовал в спайдермена джи яй джо сныкайся с тобой то что тебя как будто пытались покрасить спайдермена потом швырнули в траву и загадка решилась довольно очевидным образом все персонажи рабосы по это ведь просто фигурки и с солдатами просто играл какой-то мальчик только вот в отличие от сида этого мальчика ждала судьба похуже обычного испуга 14-ом резюде девятого сезона мэр города выступает перед журналистами желая принести соболезнования жертвам перестрелки в хьюстоне и в ответ на это стоящая там и при лани у начинает навязчиво предлагать нанять черепашек ниндзя в качестве защитников города они ведь работают за пиццу и сражаются нончаками посчитав ее сумасшедшим мэр обращается к другому репортеру но тот оказался еще хуже 4 серии четвертого сезона нам показали как зеленый гоблин качается без диалогов без шуток гоблин просто на хули нет если хотя бы нормальное использование гвайдера в бытовых условиях хороший тренажер качается или все семнадцатом эпизоде десятого сезона нам демонстрирует альтернативную историю венома вместо того чтобы убивать людей веном просит эти брока пойти в театр и смотреть гамильтона затем заставляет ворваться к одному из актеров трогать его признаваться в любви и в конце концов переходит в его тело чтобы самолично исполнить главную роль александр гамильтон ништяк чувак а в 18 окей кто бы мог подумать да блять никто себе какого черта ведом который хочет играть в постановке то серии 6 сезона режиссеры решили сделать мюзикл по мстителям все герои поют и танцуют что смотрится совершенно неуместно и в конце концов все кончилось полным погромом надеюсь это будет интересно мы никак не отойдем после провала спайдерменов весь этот скетч отсылается к реальному бродвейскому мюзиклу человек паук выключить мул одна из самых дорогих постановок в истории и в то же время абсолютно провальных по всем аспектам это было полное разочарование и это на самом деле обидно потому что во многих моментах но мюзикл это опять же запись к распространению выглядел очень даже достойно критики разнесли мюзикл в пух и праг и в дополнение еще и несколько актеров были ранены при выполнении трюков но реально кому вообще пришла идея сделать из супергероев и мюзикл одни можно самом деле классно сделать мюзикл просто самое главное работать с этим максимально аккуратно потому что противном случае может получиться что-то стоп подождите так вот к чему была ёбаная отсылка в южный я только сейчас понял к чему отсылка южном парке где рэнди надел костюм паука и начал летать на то ли пожарном шланге то ли на тросе поэтому во время мюзиклы и скетчи 7 эпизода 4 сезона повествует о киде венисоне еще одной пародии на человека паука парень был обычным фотографом влюбленным в рыжую девушку по имени мэри лу но однажды в зоопарке его укусил радиоактивный олень после чего кит венисона брюл сверх силы он научился мило прыгать вилять хвостиком и пугаться резких звуков не очень человека бэмби окей повезло с животным просто надеясь истребить браконьеров чтобы хоть как-то использовать новообретенные способности он резво вбегает на дорогу где его попросту сбивает машина какие самого обычного оленя 5 серии 4 сезона финиса и ферба девочки скауты очень хотят получить значки для пчеловодства а для этого нужно думать как пчела стать как пчела и у эдисон есть идея как это сделать чисто мета спайдермена в двадцать втором эпизоде второго сезона украшает к рождеству весь город перв внезапно пародирует человека-паука паря над городом и пуская из руки гирлянды словно паутина а в двадцать четвертой серии третьего сезона когда финис и ферб притворялись ниндзя которых невозможно заметить кэндис говорит явно целаясь к культовой цитате человека-паука неудивительно ведь кэндис просто огромная фанатка мстителей она скупает все комиксы с ними ох ни хрена себе а герои на льду не ну конечно дайте ладно мюзикл до представление на льду с мстителями звучит как что-то безумное но вроде даже такое было и даже пишет собственные фанфики и да существует целый здоровенный кроссовер финиса и ферба со мстителями тетя мэй а финис и ферб тут кроссовер снимает в одиннадцатом эпизоде четвертого сезона главный состав всеми любимых героев включая паучка заявился прямо на порог их дома просто повел шмерт с ненароком чисто случайно своим новым и натором лишил сверх сил всех мстителей и теперь они абсолютно беспомощны да у филу реально сумел одолеть мстителей живите теперь с этим наконец-то блять у него получилось здесь что-то достойное смотри период конос наконец-то у меня получилось сделать что-то достойное теперь все три штате будет молиться о пощаду а точно теперь я могу держать в рабстве микки маус потому что у меня способности мстителей а значит не будет новый фильм киновселенная если без шуток то по факту уж мерсти и может держать черную мышь своих грязных ручонках наконец-то поскольку лучевой натора отразился от космической станции финиса и ферба агенты щита были уверены что это дело рук этих мальчишек эта станция щита нет этих детей у этих ребят очень странные головы но обговорив все лично на слово поверили что братья бы так делать не стали были бы человек-паук если бы мы их украли но мы этого вроде бы не делали и даже разрешили ставить над собой эксперименты по возвращению их сверхспособностей почему бы не довериться случайным гением которых вы подозревали тем временем веном красный череп мода кихлыст также решили разыскать злодеи сумевшего в самый бездарный вариант для того чтобы не заводить серьезно что это за состав такой приятник одолеть их заклятых врагов и встречает фуфил шмерца который показывает им свои и наторы превращающие геркулесовую кашу в овсяную или создающие рогалики и рассказывает про его заклятого врага утконоса его покусал радиоактивный утконос нет он простой утконос сражающийся со злом но фуфил сразу просек тему ухты у тебя есть супер кусачки да а что с ними случится их укусить радиоактивные ножницы айнс считает что нашел себе новых друзей и создает собственный отряд злодеев и веному с красным черепом приходится ему подыгрывать чтобы заполучить желанное устройство а вот возвращение сверх сил героем проходит не так уж и гладко по вине кэндис устройство перепутала способности отчего тор обрел силы спайдермена научился лазать по стенам и даже больше кажется только что влип не на шутку о нет я получил от паучка его любовь к игре слов а сам паучок стал сверхсильным как халк однако злодеи уже заполучили все необходимые детали предали фуфила и в легкую одолели никогда столь могучих мстителей тражение было проиграно и нашим героям еле как удалось спастись благодаря период коносу человек паук даже на секунду подумал что это говард утка знаете кого-то он мне напоминает думаешь это был говард утка это такая антропомофтная утка из вселенной марвел с которой паучок даже как-то работал вместе вернувшись в лабораторию спайдер-мэн принялся ждем его возвращения вага его уже в страже галактики показали воскакачаться но вы без своих сил мстители мало на что способны им пришлось даже ехать на следующую битву на автобусе чтобы успеть остается лишь получать люлей и шутить но когда злодеи уже было победили кэндис сумела вовремя вернуть способности любимым героем молодцы кое-кому помогло чутье пучка мир был спасен на финис фербом заполучили контактики мстителей щита вот мой сотовый ферб приезжайте следующим летом повеселимся следующий раз пим все соки за мой счет замета на паучок приключение было окончено и перри вновь притворяясь обычным утконосом выбросил свой костюм в мусорный бак тем самым образом пародируя сцену человека паука больше нет и это последняя ссылочка в этом видео но как только здесь наберется 30 тысяч лайков вас сразу же ждет второй выпуск ведь пасхалочек на человека паука еще полным полно ставьте лайки и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить а с вами был ваш дружелюбный сосед содерлинг спасибо за просмотр и пока охренеть ребята это еще не все ссылки дохренища их просто дохренища серьезно я в шоке с того как же паучок наплодил отсылками за все эти годы ну не умудрено персонаж что уже блин по муску 63 года существует и до сих пор продолжает радовать это это шок мать его спасибо содерлингу за то что собрал все эти отсылочки в одном видео и ведь это реально только первая часть ждем обязательно хочу заценить и новые отсылочки поэтому респект лайк поддерживать автор иного и спокойной ночи дружки пирожки